Выносит, значит, решение суда. Это привод. И даже не опрашивая, он подосовывался. О том, что оказались замешаны в грандиозной афере, владельцы Шемкенских АЗС узнали недавно. В конце апреля предприниматели получили уведомления из органов госдоходов о том, что им нужно выплатить налоги за ГСМ, которые они получали в 2012-2013 годы. Как рассказали на очередном заседании Совета по защите прав предпринимателей, директор алматинской компании, который 3-4 года назад поставлял ГСМ Южанам, был обвинен в лже-предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов. Согласно решению суда, налоги обязали выплатить и контрагентов, то есть шемкенских предпринимателей. Однако сами бизнесмены считают такое решение суда несправедливым. Нам, никто из наших предпринимателей, из ЮКО, не было приглашения в этот судебный процесс, или там хода расследования не было приглашены, и не было встречных проверок о том, что мы сейчас поднимаем вопрос, о том, что замуженно, как говорится, приговорили, вынесли решение о том, что мы возвратили, получили все вот это налоги. Как бы это, конечно, абсурдно, и все вот доводы у нас подтверждаются. Как сообщают представители Палаты предпринимателей, в 2012 году министерство утвердило в качестве единого поставщика ГСМ компанию «Эксен Корпорейшн-10». Та, в свою очередь, передала своей функции «Алма-Ойл». Южно-Казахстанскую область нефтепродукты оператор поставлял в течение двух лет. Однако, несмотря на то, что поставки, по словам специалистов, осуществлялись на основании заключенных договоров, органы досудебного расследования и суд нарушили принцип права на судебную защиту собственных прав. Но в данном случае нужно учитывать тот момент, что наши компании реально получали эти ГСМ, что подтверждается всеми накладными, через ЖД накладными. И более того, только что, как отметил замдиректора Департамента госдоходов, это все отслеживается налоговым комитетом. Налоговым комитетом это все отслеживается, и не получив товар, они не могли оплату произвести. Соответственно, все вычеты и все зачеты по НДС у них осуществлены в соответствии с действующим законодательством. Но в ходе уголовного дела, которым закончился вот этот приговор, у наших вот этих предпринимателей, по большому счету, никто проверки не осуществлял. Теперь эксперты намерены просить центральный аппарат через Генеральную прокуратуру пересмотреть данный приговор и помочь добросовестным предпринимателям. Известно, что по истечении 30 рабочих дней органы госдоходов приведут действие механизм принудительного взыскания налогов и пений за их несвоевременную оплату. Если это допустить, считает владельца АЗС, то арестованные счета заставят их приостановить свою деятельность.